Беда под новой крышей. Боком вышла затея каргандинских властей привести центральные улицы города в единый облик. На домах вдоль этих улиц меняют крыши и обновляют фасад. Жители одного из домов, которые раньше никогда не знали проблем с кровлей, теперь три месяца топят при каждом дожде. Слышно, что капает. Что быстрее и быстрее, да? Тимирлан Бокебаев идет в 11 класс. Учеба предстоит на дистанционке, научиться подростку не на чем. После одного из потопов ноутбук пришел в негодность. И если бы только он один. У нас испортилась мебель, у нас испортилась техника, у нас испортились книги, которые подготовлены были для нового учебного года. Раньше мы жили в этой квартире спокойно, а теперь мы боимся этого дожде. С каждым разом. Он портит нам жизнь. В доме номер 7 по проспекту Назарбаев была целая крыша, уверяют жильцы. О том, что ее будут менять, никто из них не знал. Договор с подрядчиком подписал отдел строительства города. На половине дома демонтировали кровлю в конце мая. С тех пор жизнь жильцов превратилась в муку. Крыша стояла открытая, так как у подрядчика не было материалов. Затоплен весь верхний этаж. Сейчас уложили металлочерепицу, но потопы не прекратились. Программа «Дорожная карта занятости». Программа важная, хорошая. Но есть же очень много аварийных домов, есть же очень много аварийных кровель в городе. Но почему нужно брать кровлю, которая нормальная, которая качественная, ни у кого не протекала и проблем не взывал. Почему нужно ее разрушить и вместо нее положить то, что сейчас сделали. И поставить жильцов в такое страшное положение. Над подъездом Михаила Скомарохова крышу еще не трогали, и он просит оставить ее в покое. «Японцы строили этот дом. Пленные. Ремонт был не ремонт, а построен был очень качественно. Ремонт только сейчас начинают делать за все это время. Не требовался ремонт. Стены деревянные, и начнется, как грибок заведешь, а грибок – это дерево, все стены развалятся». На чердаке стоят ведра, куда собирается вода. Сквозь дыры в крыше пробиваются лучи света. «Вот такие гвозди торчат по всей крыше. То есть рабочие прибивали металлочерепицу сквозь рубероид в деревянную обрешетку, били практически наугад. И жители боятся, что металлочерепица закреплена некачественно, и при ближайшем урагане ее просто унесет». Жильцы сомневаются в квалификации и умении подрядчика. Тот уверяет, что работы еще не завершены. Соблюсти сроки, по его словам, помешала погода и коронавирус. «Производительный акт мы, конечно, сделали, но мы не отказываемся от этих работ. Будет произведен ремонт в квартирах, где произошло подтопление. Все 100% мы восстановим. Минус в том, что очень сложная архитектура именно по кровле. Есть несколько фронтонов, которые искусственно препятствуют оттоку воды». Подрядная организация обещает заделать дыры и осушить чердак. Недоделки будут устранять еще три года. Это срок гарантии. Заказчик работы отдела строительства Караганды не стал комментировать ситуацию. На словах чиновники ответили, что после приема в эксплуатацию жильцам нужно будет самим идти в суд, доказывать нанесенный ущерб и взыскивать его с подрядчика. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.